День с толком Дом почти полностью сгорел, сообщили в Краевом МЧС. Под конструкциями спасателей нашли тело женщины. Специалисты выяснили, что она жгла траву на своем участке. Когда огонь перекинулся на дом, пенсионерка попыталась спасти вещи, но выйти из дома уже не смогла. Порядка 400 килограммов мертвой рыбы своими силами убрали жильцы одного садоводства в Барнауле. Пару дней назад люди заметили, что на их излюбленном озере вся рыба всплыла, а позже начала гнить, и все это привело к ужасному запаху. Почему так случилось и что делать дальше, расскажет Дмитрий Дроздов. Зимой гребли снег, а с приходом весны рыбу из озера. Местные жители одного из садоводства за Пельмесева этим занимаются уже пару дней. Инициативной группой собрались и приняли спасать любимое место от уже мертвой рыбы. За пять часов совместной работы активисты собрали порядка 20 мешков с мертвой рыбой. Это примерно 400 килограмм. И сейчас они всерьез переживают за состояние воды. В скором времени местные жители отвезут пробу воды на экспертизу. И там уже будет ясно, будут ли люди отдыхать на этом озере. Причина еще в том, что люди сами не любят природу, к сожалению. Сами садоводы, прежде всего, должны быть тоже в этом заинтересованы. Мы ругаем председателя, но мы и сами тоже должны думать об этом, о нашем будущем, о наших детях. И вообще в целом о ситуации, если нам нужно качество водоема, который мы используем, отдыхаем здесь свободное время после работ и так далее. Потому что озеро хорошее и не каждое садоводство может похвастаться таким прекрасным водоемом. Мы в свою очередь направим официальный запрос в СНТ, в котором произошла экологическая катастрофа. И продолжим следить за развитием этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Интересная статистика. Более 200 нарушений за апрель выявили сотрудники ГИБДД в отношении пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатчиков. Из-за их неосторожности пострадало 8 человек, в том числе 3 ребенка. Самые частые нарушения – переезд пешеходного перехода вместо спешивания и поездки вдвоем на одном самокате. Также молодежь любит демонстрировать трюки на тротуарах в центре города. Всего в краевой столице более 2,5 тысяч средств индивидуальной мобильности. Ранее в администрации города рассмотрели возможность ограничения скорости движения самокатов до 15 км в час. Из-за преддвижения рядом с многолюдными участками на Молотобольской, проспекте Ленина, набережной реки Аби. Также госавтоинспекция увеличила число рейдов на водителей средств индивидуальной мобильности. В Барнауле продолжают массово травить бездомных собак. На этом фоне в городе развернулись нешуточные баталии между волонтерами, зоозащитниками и людьми, одобряющими действия докхантеров. Дело доходит до угроз физической расправы и даже до драк. Подробнее смотрите в нашем материале. Ну что, травят, да? Начали травить собак. Новый рынок. За три месяца в районе Нового рынка жительница Барнаула Наталья обнаружила тела трех собак. Щенок был мертвый, отравленный. Именно причина отравления. Потом была другая собака, чуть подальше, около учебного заведения. И третья – это была собака уже из моей стаи, там на рельсах. В стаи Наталья называет порядка десяти собак, о которых она регулярно заботится. Они едят с рук. В принципе, убили собаку, которая ела с рук. Я стерилизую, щенков пристраиваю, оплачиваю передержки, кормлю их регулярно. Все какие-то вот эти вопросы. Причем я кормлю собак, чтобы они не выходили к людям. Потому что голодные, они идут искать еду. Женщина утверждает, собаки не агрессивные. Однако многие жители города остерегаются бездомных животных и относятся к ним с опаской. Считают, что прикармливать их нельзя. Так 10 декабря случился инцидент с одной из жительниц города. Она подошла с ребенком, не боясь небольшой стайки собак, да, несколько собак было. Агрессивно со словами, что я тебе сейчас покажу, как ты будешь их кормить. То есть выбила у меня мясо, да, которое я же покупала. Ну и завязалась, конечно же, драка. С женщиной Наталья пошла на мировую, но по ее словам, это не единственный случай угроз и обещания расправ от недовольных барнаульцев. Смотрите, какие огороды. Все удобрения у них. И лают, и дерутся. Тут их целая стая бегает. Да вы что, в своем уме? Вы о чем говорите? Здесь стая. И посмотрите, какие огороды. Так эту стаю, это она нарожала. Ну, я знаю. Нужно убирать было проблему мамку. Нужно было стерилизовать. Вот это вот безучастное отношение к животным. И так абсолютно у нас все обстоит. Систему обращения с бездомными животными нужно пересматривать, считает женщина. А пока волонтеры находят десятки мертвых собачьих тел. Сейчас объявлены там тендер, да, на отлов животных. Животное ловится, сидит там оно сколько там дней, да. Но за такой короткий период невозможно найти хозяина и адаптировать. Проблема безнадзорных животных поднимается регулярно, но с мертвой точки дело не двигается. Дворняги по-прежнему бегают стаями по городу. И это, по мнению многих жителей, опасно и страшно. Но стоит ли решать проблемы с помощью отравы и удавок? Быть может, пора начать с людей? Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Похитили вместе с жилищем. Юные спортсмены украли в Белокурихе улей вместе с пчелами. Воришки оказались туристами 14 и 16 лет. Они приехали из Новосибирской области на сборы. Накануне в местную полицию обратился пчеловод. Мужчина рассказал, что на его пасеке украли улей с семьей пчел и сотами, наполненными медом. Оперативники изучили видеозаписи и установили личность трех воришек. Позже подростки признались полицейским, что ночью они пробрались на территорию пасеки, похитили улей, вынули из него соты с медом и выбросили его во враг. Поступок молодые люди объяснили тем, что хотели попробовать лакомство. По предварительным данным, ущерб, нанесенный пасечнику, составил порядка 20 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. На этой неделе стало известно, что в Алтайском крае сожгли импортные цветы из-за насекомых. Западный цветочный трипс – переносчик опасных заболеваний. Его нашли в хризантемах, завесенных из Казахстана, вместе с розами и гипсофилами. Всего в партии 18 тысяч цветов родом из Нидерландов и Эквадора. Зараженные цветы ликвидировали после того, как в Алтайском центре оценки качества зерна провели расследование. Кстати, в прошлом месяце 120 опасных зеленых хризантем из Нидерландов сожгли в Кулундинском районе по той же причине. От них могла заразиться и вся партия цветов 19 тысяч. К другой теме. Ржавая вода с нотками канализации и слабый напор из-под крана. Жители Первомайского района возмущены качеством водоснабжения в поселке. Говорят, проблема давняя, но никак не находит решения. От отчаяния люди обратились в СМИ. На место выехала Мария Костылева. Артезианская пошла. Испорченные фильтры и вода цвета апельсинового сока. Такие фото выкладывают в соцсети жители села Первомайское. Вот я ее набрала буквально перед тем, как к вам идти. И вот аромат здесь уже просто как будто это вот с канализацией я набрала эту воду. Марина Щукина живет в единственном многоквартирном доме поселка. Говорит, вода одинаково дурно пахнет и подается с перебоями как в частных домах, так и в квартирах. Вода у нас вонючая, да безумие. У меня ребенок с утра умывается, он 10 раз перерыгает, извиняюсь за выражение. А потом лишь только сможет горем пополам мыться. А помыться у нас вообще. Он надевает снут, заворачивается в шарф и тогда лишь только моется. Люди говорят, долго добивались от районных властей, чтобы те сделали пробы воды на соответствие ее качеству. Роспотребнадзор экспертизу провел и объявил предостережение предприятию «Первомайские коммунальные системы», которая обязана довести качество питьевой воды до нормативов. Проведен отбор проб питьевой воды из распределительной сети по адресу Алтайский край, Первомайский район, село Первомайское, микрорайон Комсомольский, дом 34, дробь 1 на микробиологические, органолептические, санитарно-химические показатели. Проба питьевой воды из распределительной сети по вышеуказанному адресу не соответствует требованиям по органолептическому показателю, мутность и санитарно-химическому показателю, марганец, общее железо. Директор коммунальной организации в свою очередь пояснил, что должные мероприятия по обслуживанию провели еще в начале марта. Когда были жалобы у нас с частных домовладений, то есть в селе, да, там была грязная вода, были такие моменты, то есть люди обращались, мы сброс сделали, систему промыли, все устанавливалось. То, что касается МКДшных домов, ну мы их, ну, то есть многоквартирных домов, мы их не обслуживаем. Мы подаем воду, а в каком состоянии у них находятся стояки, которые подают им воду, мы не знаем, отвечать за них мы тоже не можем. Однако люди говорят, что после промывки качество и запах воды не изменились. Кстати, проб воды, подтверждающих, что действия коммунальщиков улучшили качество воды, ни жителям Первомайского, ни нам не предъявили. Вы же понимаете, что мы в рамках полномочий, по большому отсчету, телесовет и вода, это совершенно разные структуры. Эти коммуникации уже не сегодня появились, и не вчера, а сегодня запах от воды. Ну, трубы старые, все мы это прекрасно понимаем. Оттуда, скорее всего, запах застой, наверное, да, не слишком большой разбор воды, по всей видимости, идет в теле. Глава Первомайского района Юлия Фролова заверяет, что администрация района совместно с МОП все работы проводит своевременно. А запах из крана – это отчасти вина талых вод. Как только более-менее падут паводковые вот эти вот ситуации, наш МОП 100% будет промывать башни, 100% будет промывать систему водоснабжения. Вот только люди обращались с жалобами еще до разлива талых вод. А значит, паводок тут ни при чем. Кстати, еще 2 апреля мы направили официальный запрос в администрацию Первомайского района, чтобы нам обозначили сроки по устранению проблемы. Ответ в положенные по закону 7 дней мы не получили. Люди говорят, что с ними местная власть не контачит. Что ж, отправим повторный запрос в надежде, что на бедствующих людей обратят внимание. Мария Костолева, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов. День с толком. А тем временем рыбы из Барнаульского парка Изумрудный на воду не жалуются. Декоративные карпы удачно перезимовали. Напомним, горожане сильно переживали за жизни маленьких обитателей зеленой зоны. Неравнодушные даже были готовы еще осенью поместить рыб в другие водоемы, но морозы сорвали все планы. Проблема решилась благодаря регулярной очистке поверхности озера от снега и работе аэратора. Это устройство всю зиму подавало кислород и не давало водоему полностью замерзнуть. В Алтайском крае выявили первого заболевшего сибирским клещевым тифом в этом сезоне. Им стал мужчина из Рубцовска. Об этом сообщило Краевое управление Роспотребнадзора. Заболевших другими клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано. Напомним, клещевой сезон в регионе стартовал еще 28 марта. За это время в поликлинике с жалобами на присасывание клещей обратили 67 человек. Из них 27 детей в возрасте до 14 лет. И переходим к другой теме. 170 участков дорог и 36 тротуаров отремонтируют в Краевой столице. Особое внимание к проспекту Строителей, улице Аванесова и другим проблемным участкам. Также ремонт покрытия струйно-инлекционным методом проводится на Южном тракте от ленточного бора в сторону лесного тракта. Где еще будут производиться работы, расскажем далее. В Барнауле с приходом весны особое внимание уделяется состоянию дорог и пешеходным тротуарам. В этом году по решению главы Барнаула Вячеслава Франка на текущий ремонт дорог из городского бюджета выделены дополнительные средства. Всего планируется направить на эти цели около 170 миллионов рублей. Общий объем выделенных денежных средств в утвержденном уже бюджете, в рамках которого мы сейчас с вами работаем, без малого 4 миллиарда рублей. Все программы, в которых город участвовал, мы продолжаем участвовать. Это безопасные и качественные дороги, это наши инвестиционные проекты. Один из проблемных участков – дорога по улице Аванесова. Она является одной из центральных улиц города Барнаула, общей протяженностью почти 2 километра. Работа здесь выполняется горячей асфальтобетонной смесью. Также обновлять дорогу будут на улице Анатолия, площади Победы, проспекте Строителей и на Южном тракте от Ленточного бора в сторону Лесного тракта. Практически 2 миллиарда денежных средств – это выделено правительством Алтайского края. Сегодня мы с вами в полном объеме приступаем к ремонтным работам. Будем работать, будем стараться привести город в порядок. Все-таки еще раз вернуться к планам работ, посмотреть пересечения наших коммунальных служб. Сегодня мы обсуждали переход работы как можно в ночное время, там где это не мешает проживанию. В рамках выделенного финансирования будут проводиться работы по ремонту дорог, тротуаров, колодцев, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, а также уложенные искусственные дорожные неровности. Общая площадь ремонтных работ составит более 100 тысяч квадратных метров. Дмитрий Дроздов. День с толком. Теперь точно. С 1 мая проезд в общественном транспорте Барнаула подорожает на 5 рублей. Новая стоимость составит 35 рублей. По словам представителей администрации, повышение проезда вынуждено и связано с ростом цен на бензин и запчасти. Более того, перевозчикам нужно повышать зарплату водителям. Ожидается, что рост тарифа повлечет улучшение качества обслуживания пассажиров. Во всяком случае, этого ждут жители краевой столицы. А мы в свою очередь напомним, что при оплате транспортной карты стоимость проезда будет ниже. По единому проездному и проездному для граждан цена составит 27 рублей. С электронным кошельком 29 рублей. Кстати, жители Барнаула переживают, что могут остаться без маршрутки номер 6. В социальных сетях комментаторы на этой неделе обсуждали, что этот маршрут является востребованным и с точки зрения стабильности не самым худшим. Дело в том, что перевозчика, обслуживающего этот маршрут, лишили права на работу с ним. Такое решение 11 апреля принял Краевой арбитражный суд, удовлетворив иск городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту. Последний счел обслуживание маршрута неудовлетворительным. Однако всех обеспокоенных городские власти уверяют, работа маршрута останется без изменений. После вступления в силу решения суда будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика. На этой неделе стало известно, что трамвайное кольцо в районе Нового рынка демонтируют в начале мая. Полностью все работы на путепроводе на проспекте Ленина завершат до конца июня этого года. На объекте еще предстоит укрепить откосы насыпи путепроводов, покрасить железобетонные и металлические конструкции, уложить на межпутевом пространстве бетонную плитку, обустроить системы водоотведения и провести общее благоустройство территории. К другой теме. Цены на недвижимость взлетели до небес, но люди при этом не перестают в нее инвестировать. В рамках проекта «Время трендов», который организовало издание «Толк» совместно с журналом «Автограф», ведущие застройщики и бизнесмены Алтайского края попытались ответить на важный вопрос, а стоит ли сейчас инвестировать в жилье или лучше направить денежные потоки в другой, более прибыльный сектор. Подробнее об актуальной встрече расскажет Валентина Аскерова. Высокая ключевая ставка Центробанка внесла свои коррективы в рынок жилья. Инвесторы, которые смотрели в сторону коммерческой недвижимости, переориентировались. Одних начали привлекать земельные участки, вторых – вклады под хороший процент. – Частично вы правы. Не все такое, что раз все ушли и куда-то ушли в другой сектор. Много средств свободных ушло сейчас в банковский сектор и все на депозитах. Ну, как бы как, все те, кто ушел в банковский сектор, они, соответственно, ушли либо там длительно, либо в короткие депозиты. Ну, соответственно, там, сейчас у нас в районе 16 годовых, это, да, то есть там 15 до 17, это примерно ставка играет. Вот. И иногда даже это выгоднее, чем ты вкладываешь, там, не знаю, там, в коммерческую недвижимость долевки, либо там покупаешь и сдаешь в аренду коммерческую недвижимость. Специалисты рынка недвижимости отмечают, как только ключевая ставка стабилизируется, с 16 опустится до 14-12, денежные потоки из банковского сектора вновь затекут на рынок недвижимости. Эксперты прогнозируют, что ставка начнет выравниваться уже во втором полугодии. Тем не менее, несмотря на отток денежных средств с рынка недвижимости, инвестиции в нее продолжаются. В фокусе внимания – малоэтажное строительство. Небольшие уютные коттеджи сейчас пользуются спросом, отмечают застройщики на встрече время трендов. Люди берут ипотеку, чтобы сохранить свои деньги. Берут 6 миллионов ипотек, льготные кредиты и дополнительно там свои какие-то средства. И мы видим на рынок, что было, грубо говоря, 2 года назад 6 миллионов, сейчас стоит 10 миллионов. То есть, соответственно, люди хотят сохранить свои деньги, поэтому очень большой запрос на маленькие дома, грубо говоря, выходного дня. Если рассматривать грамотное инвестирование в недвижимость, эксперты круглого стола всеми руками голосуют за жилье в центре города. Престижность проживания, надежность инвестиций. Квартиру в центре однозначно легче продать или сдать в аренду. В ближайшее время мы подготовим специальный репортаж, в котором тему недвижимости рассмотрим со всех сторон. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев, Алексей Фризин. День с толком. Отличная новость. Тимофей Корнаушенко, житель Михайловского района, после трех месяцев лечения в Москве возвращается домой. Десятилетний мальчик и его мама прямо сейчас едут в Барнаул. Напомним, в сентябре прошлого года, после падения с велосипеда, Тимофей получил серьезную травму головы и тяжелое осложнение. Несколько месяцев мама мальчика добивалась госпитализации в федеральный центр. Лечение там дало плоды. Ушли судороги, убрали трахеостомы, трубку для дыхания, увеличился вес тела. А реабилитация показала, что все шансы на восстановление есть. Так мальчик гулял по Москве, хоть пока и не самостоятельно, но это уже прогресс, который можно назвать чудом. Сегодня за парнем следят и поддерживают не только родные и близкие, но и вся страна. Знаете ли вы, кто такие картвеллы, что они едят, как выглядят их храмы и о чем они поют в своих песнях? Речь идет о грузинах. На нашем телеканале вышел первый выпуск программы «Все к столу». В этой программе мы будем рассказывать об алтайских грузинах, вьетнамцах, белорусах, армянах, казахах и не только. Как они сохраняют свою самобытность и как вообще оказались в алтайском крае. А главное, почему решили остаться. Первый выпуск программы посвящен грузинам. Старшее поколение немножко посмеивалось, говорило, что людей раньше туда ссылали, а вы добровольно туда идете, как на каторгу, что вы там забыли. Программа «Все к столу» уже доступна на нашем ютуб и ютуб-каналах, а также в соцсетях и в эфире телеканала «Толк». Что ж, такое мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!